Итак, дорогие друзья, все, всем привет, всем доброе утро, добрый день, доброе утро, и мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, мудрейший из людей, делится с нами мудростью божественной, с объяснением, как ей пользоваться, и с нами Давид Веледник, все, Давид Веледник, он вырос, можно сказать, на мудрости царя Соломона, он прямо из таких, прямо, воинов, воинов Всевышнего, Давид Веледник, как Давид Веледник, все, значит, мы продолжаем, всем привет, да, эти в 10.30 начали новые люди появились, Солом, Давид Веледник, Майя Розенфельд, все здесь, Михаил Музыковский с нами, традиционно, Талия Рафальская, все, мы сейчас находимся, Дмитрий Тим, Шалом, все, друзья, смотрите, сегодня у нас, мы находимся сейчас, последняя, можно сказать, неделя перед Рожжа Шана, и последняя неделя перед Рожжа Шана, перед Новым Годом, начинается новый цикл, и сейчас время отшивы, время отшивы, и, значит, мы все должны вернуться к заводским установкам, вернуться к своей истинной божественной природе, сущности, осознать свою связь с Богом, и ее усилить, как бы перейти на следующий уровень, сейчас самое время. Значит, одиннадцатый, девятый отрывок, давайте я напомню, с чего мы закончили, мы закончили тем, что для Бога мерзость, для Бога путь злодея, то есть даже не само его действие, а главное это путь, его направление, то есть злодей определяется именно направлением, его движением, движение, качество его, бывает, что человек очень добрый, он мало пока делает там заповеди, он мало про Бога знает, но он добрый человек, и он хочет делать добро, да, а бывает человек, который вроде бы он внешне там с бородой, и выглядит как религиозный такой, переодетый, но его все направление делает зло, он хочет со всеми там поругаться, сделать кому-то зло, да, так вот для Бога мерзость путь злодея, направление его, умирадев тздока, а тот, кто гонится за тздокой, за милосердием, за справедливостью, е-а-а, то есть Бог его любит, того, кто гонится за тздокой. Теперь одиннадцатый, о, десятый отрывок, вот мы сегодня начинаем десятый отрывок, он звучит так, мусар-ра-ле-озеф-орах, то есть мусар, мусар это наставление, увещевание только уже с болевым эффектом, злой, для оставившего путь, сонет-о-хахат-ямут, а тот, кто ненавидит увещевание, вообще умрет, вот так вот нам сегодня сообщается в десятом отрывке пятнадцатой главы. Что это значит? Значит, если мы знаем, есть о-ха-ха, о-ха-ха это вот то, что мы, то-ха-ха, то-ха-ха, о-хи-ах это глагол, то-ха-ха это существительное, есть увещевание, то есть царь Соломон нам сейчас объясняет, умным людям, объясняет, как устроен мир, как он устроен, что Бог от нас хочет, и в первой же главе Мишле он нам конкретно сообщил, что тот, кто идет против Бога, тот, кто не слышит увещевание Бога, тому капец, и Бог скажет, что вы меня сейчас не слушаете, потом вам будет плохо, вы ко мне обратитесь, я вас не услышу, все одно на одно идет, да? И, значит, здесь нам то-ха-ха, это когда нам все время об этом напоминают, да? Вот сейчас недельные главы идут, а не все эти главы то-ха-ха. Машер Абейну перед смертью он увещевает евреистий народ и говорит, услышьте, услышьте меня, идите только по пути Торы, по пути заповеди, и будет все великолепно. Но если нет, проклято, 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 будет страшно, 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 прям идет конкретно увещевание, он предупреждает. Теперь увещевание, что это такое, это понятно, как отец ребенка объясняет, спичьте, детям не игрушка, спичьте, детям не игрушка, спичьте, нельзя играться, там все. Теперь есть мусар, мусар есть страдание, и страдание бывает мусар-ра, злой мусар, злое уже, мусар это от слова страдание и от слова маасар ограничение. То есть здесь через страх и через боль Бог вынужден человека, ну как бы направлять, да, если он все-таки не слышит интеллектуального увещевания. И здесь, например, чем отличается мусар-ра от мусар-тов? Значит, вот здесь используется слово, ну вот это вот наказание злое, а есть наказание доброе. Значит, наказание доброе, просто мусар, нету мусара доброго, нету такого, нигде не встречалось. Есть просто мусар, это как бы наказание, и есть вот здесь мусар-ра, новый термин. Значит, как объясняет Малбим? Он объясняет так, что если человек видит, что с другими происходят сильные несчастья, и он пугается, это просто мусар. То есть это уже больше, чем увещевание. Он видит то, что происходит с людьми, там, смерти, страдания, болезни и так далее, это для него страдание, он сопереживает. И это ему уже страдание, да? А мусар-ра это когда на него приходят страдания, это когда уже на него самого приходят страдания. И здесь теперь нам вводится еще один параметр, что есть вот этот вот мусар, когда страдания идут на того, кто озев-орах, кто оставляет путь Торы. Здесь есть большое деление. Или человек знал, что он нарушает и идет осознанно против Бога, или человек, он вообще не знаком, он маугли такой, и он не знает. То есть тут Бог учитывает все аспекты внутри человека насчет того, как он вообще относится к торе, к заповедям, к злу, к добру. То есть Бог все учитывает. И интересно, что очень он учитывает это ярко и красиво, он человеку показывает со стороны поступки, которые сам же человек делает, для того, чтобы человек оценил. И когда один человек, который ворует, он видит вора и говорит, ему надо рути обрубать, за воровство надо рути отрубать. В этот момент он делает на себя суд. Когда один человек видит, что другой, например, он там, ну, что-то нарушает, да, и он говорит, ну, с тем не бывает. Бывает, человек оступается, бывает, бывает. Ну, дай Бог, чтобы он исправился. И молится, чтобы этот человек исправился. Это он один подход демонстрирует, да. Если он внутри говорит, наказать такого надо злодея, да за такое надо, там, вообще, рути отрезать. Ну, то есть есть такие люди, прям, в синагодии так кричат на других. Причем кричат за то, что делают сами. И я конкретно, вот, видел несколько раз такие ситуации, когда один человек на другого прям так наезжает, что, типа, ты вообще за то, что он делает же сам. В этот момент он внутри создает вот этот потенциал, который на него же потом и обрушается. Теперь, очень сильно здесь написано, что идет вот это вот злое наказание уже лично на человека. Для того, кто оставляет путь. То есть, кто дошел по пути Торы, все соблюдал. Потом он оставляет этот путь, и он уже знает, что он оставляет этот путь. И на него идет очень серьезное наказание. Теперь, соне, то, хахат, ямут. Вплоть до того, что тот, кто ненавидит увещевание, тот, кто ненавидит, когда ему объясняют, что надо правильно делать, правильно действовать, ямут, он умрет. То есть, это как бы, если разложить на ситуацию, когда отец объясняет ребенку, детям спички не игрушка. Это увещевание. Когда потом он показывает ему фотографии пожара, как сгорел там дом и как много людей умерло, потому что кто-то игрался со спичками, это уже мусор, это страдание. Человек видит это, пугается и сопереживает. Теперь, если ребенок не слушается, а отец понимает, что это для него опасно для жизни, что, например, дом их находится на складе горюче-смазочных материалов. Если там будет пожар и сгорит весь город, а ребенок продолжает играться спичками, тогда у отца единственная возможность дать ему по рукам сильно и его испугать, чтобы он на болевом уровне почувствовал, что ему спички не игрушка. Но если он все это не слышит, не слышит и продолжает играться со спичками, конец десятого отрывка, ненавидящий то ха-ха, ненавидящий увещевание умрет. То есть, если он будет продолжать играться со спичками, в один из моментов он сожжет этот дом и сожжет эту базу горюче-смазочных материалов и умрет, он умрет и все умрут. И это будет не потому, что Бог его наказал, это будет прямое следствие его поведения. То есть, он как играл со спичками, так играется. И очень часто люди, которые... А теперь, а почему написано для оставившего путь? Оставивший путь это уже не ребенок, он уже взрослый, он допустим ребенком, он выучил правила противопожарной безопасности, перестал играться со спичками, он все соблюдает правила противопожарной безопасности. И тут он вдруг стал взрослым, уже взрослый такой мужик, и он опять начал играться спичками. Ему говорят, ты чего, ты даже уже ребенком понял, что нельзя играться. А он продолжает играться. В этом случае весь этот процесс идет быстрее. Это тот, кто оставил путь. Понятно, да? Теперь, и отсюда становится понятно, что когда, почему такое пришло страшное наказание на еврести народ, когда были поколения, целое поколение, которые в Америке, в Советском Союзе, в Европе ушли с пути. То есть, они просто было много, которые оставляли в начало прошлого века, они прямо оставляли Тору повально, да? И поэтому пришло вот это наказание. А сейчас, например, не соблюдают точно так же, но не соблюдают уже Маугли, которые не знают о том, что соблюдают, что не соблюдают. И для них это не соблюдение, это чисто глупость, и Бог понимает, что это глупость. Но те, кто знали Тору и оставили, это совсем другой разговор. Это десятый отрывок. Теперь, одиннадцатый отрывок нам сообщает Шеоль в Авадон Нега Ташем. Модила Авадон, здесь есть разные объяснения, но объясняют Малдин, что Авадон это есть такой материал, который внутри всего мироздания, да? Все это мироздание, оно пустое, да? То есть, нам кажется, вот, там, телефон, Ицхак, компьютер. Но по факту, все это молекулы, которые пустые внутри. Девяносто девять процентов вот этого, то, что мы ощущаем даже, да, пространство, оно внутри пустое. Не воздух даже, а твердые предметы, они внутри пустые. На девяносто девять процентов они заполнены воздухом. И там летают какие-то электроны, какие-то атомы, там все это летают, какие-то мини-частички. И все это есть некая формирующая сила, которая это формирует. Вот это Бог. То есть, Бог и внутри, он запустил весь этот процесс энергетический. Бог это снаружи, он все это формирует, чтобы оно все держалось в рамках там таблицы Менделеева. Все эти элементы, они как-то, почему-то они держатся в каких-то структурах и не рассыпаются, хотя внутри все пустое. И люди, которые нерелигиозные или малорелигиозные, или не понимающие суть, они говорят, не может быть, чтобы Бог внутри просчитывал каждого человека и знал все его мысли. Но царь Соломон в 11 отрывке нам говорит, что Бог даже понимает то, что когда все оно рассыпается, когда уходит тело, и дальше остается только информационная сущность, которая вот уже, когда спускается тело в могилу, а человека остается только информация, которую он думал. Его как бы итог его личности, его жизни остается в виде информационного поля. Бог понимает Авадон. Авадон это вот этот вот внутренний материал, он держит всю вселенную. Могила и вот этот вот материал, Негаташем, все это напротив Бога. То есть Бог это все, он держит, просчитывает. Авки или бодбны Адам, тем более сердца людей. Там вопрос, что как Бог читает все мои мысли, вот так он и читает все твои мысли. Потому что он внутри твоих мыслей, это не ты мыслишь, это он и мыслит. И когда он запустил эту всю программу, и человек мыслит внутри, да, поэтому говорится, что все в сердце человека. То есть все, что с человеком происходит, это следствие того, что в его сердце. Когда спрашивают, какой путь, по которому человек приблизится к Богу. И отвечают ученики Рабанехана на Бензакая. Один говорит, первый говорит, это Айентова, хороший глаз, добрый глаз. То есть когда ты видишь в окружающем мире добро. И ты как бы в свое сердце впускаешь добро. Второй говорит, это Хавертов, хороший друг. С тем поведешься, от того и наберешься. Третий говорит, Шахэнтов, это хороший сосед. То есть где ты живешь, все на тебя влияет. Все пространство на тебя влияет, на твое мышление. То есть то пространство, которое ты видишь, оно как бы внутри тебя. Четвертый говорит, Аруэй Таналат. Тот, кто видит внутренним взором то, что рождается. Тот, кто видит последствия своих действий, последствия своих поступков. То есть тот, кто размышляет о том, что будет, если он сделает как-то. То есть такой, который умеет мыслить широко. И пятый говорит, Раби Лазар Бенарах, он говорит, самое главное, это Левтов, сердце доброе. Хорошее сердце. То есть если у тебя все твое подсознание наполнено добром, то ты и производишь все добро. То есть у тебя вся жизнь твое добро. Все у тебя получается хорошее. Так вот, написано здесь, что Бог все это видит. И те, кто сомневается в этом, так должны знать, что раз он все мироздание держит, так тем более сердца людей он все видит, считает, что в сердце у человека. Двенадцатый отрывок. Двенадцатый отрывок. Двенадцатый отрывок такой. Не любит, не любит Лец, теперь есть, давайте я переведу, а потом объясню. Не любит Лец того, кто его увещевает. Лец это насмешник. Не любит насмешник того, кто увещевает его. Эль хахамим ло и лех. К мудрецам он не пойдет. К мудрецам, знающим Тору, он не пойдет. Значит, есть у человека разные, как бы, такой программы мышления. То есть, мышление человека очень запрограммировано. Есть нити-схемы. Каждый из нас, он мыслит какими-то схемами, да. Эти схемы закладываются с детства. Мы копируем там родителей, других людей. Но каждый человек, у него есть нити-схемы. Ну, самые яркие схемы, это оптимист и пессимист. То есть, у оптимиста схема найти во всем хорошее. У пессимиста схема найти во всем плохое. У творческого человека схема найти во всем необычное. Есть анекдот, когда для стакан на половину, ну, полстакана воды, для оптимиста это полуполный стакан. Для пессимиста это полупустой стакан. Для Сальвадора Дали это слон. То есть, это разница в мышлении между творческим человеком, пессимистом и оптимистом, да. Теперь, есть еще одна очень классная схема. Такой известный вопрос, когда берет профессор, после того, как он это объяснил, он показывает там на факультете психологии, показывает этот полупустой стакан воды, полуполный, полупустой, говорит, вот если это человек пессимист даже, да, и он говорит, это полупустой стакан воды, то что, ну и что? Ну ничего, ну полупустой стакан воды. Ему плохо, но не сильно. Но если мы возьмем этот стакан, он говорит, и будем его держать час и повторять все это время полупустой стакан, полупустой стакан, полупустой стакан. Что будет? Будут детей боли в руке, будет совершенно жуткий стресс, ну то есть, будет совершенно и психологическая, и физическая будет ломка. Так вот, самое главное, это не то, как ты описываешь реальность, а насколько ты на этом зацикливаешься. Если ты умеешь не зацикливаться на вот этом негативе, есть какая-то сложность, какая-то проблемка, ну сложность была, оп, и с нее съехал на что-то хорошее. Нет проблем. Но есть люди, которые умеют зацикливаться на негативе, и они как будто бы, они держат этот полупустой стакан и все время повторяют, полупустой, 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 и через час любая, ну любая мысль, она может человека довести до сумасшествия. Теперь здесь написано так. А, дальше. Теперь есть способ мышления, называется насмешник, летс. Летс, он над всем насмехается. Это еще не скептик, который все отрицает. Но он ищет во всем, как бы, чтобы это все подразрушить. Теперь вот этот летс, это первая стадия к Ивелю. Ивел это скептик, который отрицает божественное устройство мира, добро, Тору, Бога и так далее. Это скептик. Это Ивел, который, у него нет шанса вернуться, потому что он не верит в, ну, как бы, он все рушит. Теперь летс, он пока еще насмешник, не все рушит. Он любит насмехаться над людьми, любит насмехаться над какими-то вещами. Это называется насмешник. И он ненавидит того, кто его увещевает. То есть он не может его не слышать. Летс это не дурак. И он пока верит во все. Он знает, что Тора это истина, что Бог это истина. Но он из-за того, что он уже начал двигаться по неправильному пути, то тот, кто его увещевает, он его просто не любит, и он от него убегает. И дальше следующая стадия. Эль Хахамим Ло Илех. Он уже к мудрецам Торы, к людям знающим, он к ним не пойдет. Он будет смотреть комеди-клаб, комеди-вумен, комеди-то, комеди-сё, где над всем насмехаются, и жизнь легко, и все такое. И он, значит, уже все, с него как с гуся вода. Уже всякие мудрые мысли, увещевания, они мимо него пролетают, пролетают, пролетают. Следующая стадия. Он становится ксиль. Это он начинает потакать своим вожделением. В какой-то момент его вожделение сталкивается с тем, что он должен нарушить какой-то закон Торы, сделать какое-то преступление. И в этот момент он становится Ивэль, скептиком, который говорит, а может это неправда все про Тору. Ему легче сказать, что это неправда, чем идти против своего вот этого животного вожделения. И все, и он падает уже по наклонной плоскости. Дальше его психика, она ищет подтверждение своему неправильному пути. Потому что если он скажет, что неправильно, ему плохо, и он не может вернуться к Чуве. То есть понятно, да, как работает? Значит, и тринадцатый отрывок, значит, тринадцатый отрывок такой. Лев самеах, сердце веселое, сердце веселое, этап по ним. Оно, значит, делает добрым лицо. Когда у человека внутри, в мышлении, в подсознании, ему весело, то есть он знает, что он не грешил. А веселым можно быть по-настоящему, только когда ты знаешь, что у тебя впереди все хорошо, что Бог тебя любит. Когда ты с Богом в хороших отношениях и с людьми в хороших отношениях, тогда очень легко быть веселым. И написано, что лев самеах, сердце веселое, оно делает добрым лицо. Убацват лев, а когда грустное сердце, когда внутри плохо, значит, руах нека, ломается дух. Ломается дух, то есть у человека его намерение становится слабым. Оно, ну, в общем, все, жизнь рушится, депрессуха и так далее. Поэтому очень важно выстраивать свое мышление, не впускать в него семена негатива вообще. Значит, все-таки понять, что есть правильная, хорошая система. Все любят добро, все любят свет и стремиться к добру, к свету, к Богу. Выполнять заповеди прям простые. И сделать намерение, чтобы это выполнять. Сейчас можно, лягзор быть шува, это сказать, все, что было, все, что я раньше делал, это я извиняюсь. Я, значит, ошибался. И вообще это был не я, то есть это был другой человек. А сейчас я новый человек, и я хочу жить по-новому. Это называется лягзор быть шува. Вернуться к заводским установкам. То есть нажать кнопку reset, сказать, что все, что я делал раньше, делать не буду. Выбрать себе направление в будущем году. Двигаться к Богу, к свету, к реализации своего потенциала, к своим настоящим таким вот высотам. И с Божьей помощью, чтобы у всех у нас был хороший, прекрасный год. Чтобы мы видели то ха-ха. Чтобы мы изучали шло Мамеллаха, мудрейшего из людей, царя Соломона. Тору, чтобы мы изучали то, что Бог нам говорит, это увещевание. Он хочет, чтобы мы правильно шли по пути. А чтобы мы весь мусар и весь мусар мы видели со стороны, видя, как Бог уничтожает злодеев. И это полным-полно вокруг. Вы посмотрите вокруг. Все тираны на нашей памяти, которые были. Все эти Саддамы Хусейны, всякие непобедимые там и так далее. Всех вообще никого не осталось. Все злодеи пойманы, посажены. И рано или поздно вообще все зло обязательно наказано. Чтобы мы видели и пугались вокруг, видя, как люди уходят разными-разными путем. Чтобы мы пугались. И чтобы этого было достаточно, чтобы нас пробудить. Чтобы эту животную натуру испугать. И направить ее, перенаправить на правильный путь. Путь добра, заповеди, света, служения к Богу. Все, друзья, удачи, успехов. Чтобы вы были все здоровы, счастливы. И чтобы Бог вас любил. А вы Бога. Все, пока. Сделайте три своих вывода. Очень важно три вывода сделать после урока. Сохранить файл. И эти три своих вывода записать. Чтобы потом повторять их. Сделать вывод свой. И поделиться с друзьями. Все, пока.